Ребят, всем привет! И сегодня поговорим о важном девайсе для автомобиля, а конкретно видеорегистраторе, но необычном. Необычном, потому что выполнен в необычном форм-факторе. И может записывать не только впереди идущие автомобили, но и автомобили, которые находятся сзади. Тоже им является камерой заднего вида. Продавец запаковал достаточно неплохо. У продавца существует достаточно много комплектаций, вплоть до того, что камера заднего вида Full HD. Как видите, в принципе, все упаковано достаточно надежно. Это, как вы уже успели догадаться, правильно, зеркало заднего вида, но не простое, а с регистратором и с подключением камеры заднего вида. То есть такое вот три в одном. То есть и зеркало, и камерой передней, и регистратор, и регистратор заднего вида, это же имя, он же камера. Давайте посмотрим комплектацию. Откладываю сразу. Тут, в принципе, ну, все не то, чтобы стандартно, но стандартно. В общем, адаптер питания у нас 12-24 вольта, то есть может использоваться в грузовиках. И на выходе удает 2,5, а, ну да, 2,5-2,5 ампера. Выдает салфеточку отдельно положил, спасибо, чтобы мы могли протереть. Следующий момент, целая карта памяти Kingston на 32 гигабайта. Вот это действительно неплохо. То есть можем сразу же и записывать, включить. Это у нас крепеж на зеркало заднего вида. Дополнительно, это у нас камера. Это у нас камера, по-моему, Full HD, да. Это у нас Full HD камера, которая крепится у нас на бампер, либо же в другое какое-то местечко. И она, видите, у нас полностью в таком форм-факторе защищенном. То есть не стоит переживать, что где-то там попадет вода, влага, песок, соль. И подключение. Одним концом у нас мы подключаем в АВ вход нашего зеркала. А эту часть у нас подключаем вот это к питанию, насколько я понимаю, от фонарей заднего хода. Соответственно, она будет у нас запитываться от них. И дополнительно еще она питается от самого же зеркала. Соответственно, когда будет подключение к фонарям заднего хода, она будет сразу же автоматически переключаться в режим камеры заднего вида. А в режиме езды она просто будет записывать, и мы можем, в принципе, точно так же смотреть. Вот крепеж, дополнительная проставочка и два саморезика тоже у нас присутствуют. Инструкция по подключению и по использованию. Само зеркало практически ничем не отличается от автомобильного. Единственное, оно вот такое вот немножко голубоватого, с голубоватым оттенком. И немножко, я так думаю, будет темнее, чем в обычном зеркале. У нас технология 2.5D, как ее любят называть китайцы. Это скругленные края. Наш видеоэкран занимает все место практически в зеркале. И он 10-дюймовый. Сам на задней части у нас, не хочу, чтобы залапать, вот у нас регистратор, соответственно, может каким-то образом выдвигаться, если у вас здесь ваше зеркало, чтобы не мешать, он может выдвигаться. И в то же время вот так мы можем еще его поправлять. Угол обзора составляет 170 градусов, угол обзора задней камеры 160 градусов. В нижней части кнопочка переключения, соответственно, тут три режима, которых я сейчас вам покажу. Так, вот у нас защелки. Мы банально что делаем? Зацепляем снизу одну резинку, надеваем зеркало на зеркало автомобильное и закрепляем сверху. Все, оно уже никуда у нас не денется. В верхней части у нас подключение питания USB, это у нас mini-USB. AV-IN это подключение камеры заднего вида и карта памяти. Все, в принципе, все, что у нас есть. Здесь еще написано GPS, но закрыты гарантийные пломбы. Это, соответственно, есть, скорее всего, еще варианты с подключением внешнего GPS-источника и наложение трека, скорости и прочего. Ребят, ну что, включил сразу же у нас высвечивается логотип. 10 секунд дается нам для выключения. Соответственно, даже если мы автомобиль заводим, да, там кратковременно пропадает питание, то зеркало и регистратор у нас не выключится. За это переживать не стоит. Тут стоит, скорее всего, у нас конденсатор. Подключил карту памяти. Видим, что у нас идет запись и сразу же отображение. То, что оно записывается. Дата, время. Микрофон включен. Карта присутствует. Звук тоже присутствует. Тачскридовый у нас дисплей. Мы можем увеличивать или уменьшать яркость. Как видим. Потом еще что мы можем делать? Останавливать запись. Делать фотографию. Сделать ее нестираемой, так называемой. Если там момент, не дай бог, аварии и прочего. Включить, отключить вот это вот клацание. И пока не вижу, где отключить микрофон. И еще одна фишка. Смотрите, мы можем управлять. То есть, что мы будем видеть? Потому что камера у нас достаточно широкоугольная. А зеркало не такое широкоугольное. Соответственно, вверх-вниз можем наклонять и смотреть, чтобы у нас, допустим, там была только полоска дороги. Перейдем домой. Вот так вот у нас выглядит самописец. Фотосъемка, видео, меню. Ребят, по поводу настроек. Переходим вот мы в самописец. Перевод, конечно, смешной. Происходит у нас самописец. Вот кнопкой внизу мы можем банально выключить. Включаем. И, соответственно, там еще будет переключение между камерами. Это я же вам покажу. Домой. Самописец. Это у нас режим регистратора. Фотосъемка. Переходим с прекратить запись. Да. Просто делаем фотографии. Следующее видео. Это просмотр уже записанного видео. Мы можем следующее выбрать. Старт, пауза. Ускорить. И, допустим, удалить или сделать защиту. Перейдем в настройки. Настройки громкости. Это громкость нажатий на экран. Ставим 0. Тогда не будет ничего. Никакого звука. Запись видео в Full HD 1920х1080, 1440х1080, либо 720. Ну, понятное дело, что выставляем максимально возможное. Фото 12 Мп 4000х3000. Циклическая запись ставим 3 минуты. Можно выбрать 1, 2, 3. Соответственно, ролики будут такой же длины. Выбираем экспозицию, если нам надо. Так, ночное видение. Открыть-закрыть. Тоже перевод немножко, конечно, заставляет желать лучшего. Ну, будет открыть. Следующая страница вот вниз. Обнаружение движения. То есть мы можем поставить, когда машина у нас стоит на паркинге, если будет мимо кто-то проходить, то у нас автоматически включится регистратор и запишет это дело. Запись переключатель. Это у нас микрофон. Гравитационная индукция. Перевели. Высокий. Это джейсенсор. Ставим низкий. Контроль парковки. Ну, пусть будет тоже низкий. Язык русский. Закрывать экран. Через сколько минут у нас экран автоматически выключится. Пусть будет пока закрыт действительно. Пока я обзор снимаю. Так. Яркость высокая. Надо дата форматирования. Заводские прошивка. Все, что в принципе есть. Я подключил камеру заднего вида. И то же самое мы можем, видите, установить то положение, в котором мы будем просматривать. Так как действительно камера широкий угол имеет, но по вертикали она, грубо говоря, не влазит. Так. И сняли сразу же. Смотрите. Легким свайпом переключаемся. Вот. Это сейчас регистратор в зеркале. Следующий свайп, видите. И регистратор, и камера заднего вида. То есть отображается. Все, что впереди, все, что позади. Тоже можно даже банально посмотреть. Если вдруг какая-то машина приблизилась, моргает. Можно хоть номер записать. И просто переключение на камеру заднего вида. То есть циклическое. Раз. Два. Три. Ну и соответственно, внизу мы можем просто выключить. Или включить. То есть оно запоминает, на каком режиме мы выключили. На таком же оно и будет. Ну и соответственно, при подаче питания по вот этому проводочку на нашу камеру заднего вида. Она автоматически переключится в режим камеры заднего вида. То есть сразу же, даже если у нас будет выключен дисплей, включаем задний ход. И у нас отображается все, что камера это видит. И, ребят, размеры зеркала 25,5 в самой его длинной части. В тоненькой части, где-то в районе 23 сантиметров. И 7 сантиметров у нас его высота. Ребят, я закрепил регистратор. Закрепил заднюю камеру. Вот, можно посмотреть, подвигать. Да, вот все, задняя камера готова. Можно посмотреть переднюю камеру. А можно сделать вот так вот. И передняя, и задняя камеры работают вместе. Посмотрим на ночной режим. Сейчас включится, когда выключится свет, будет ночной режим. Плюс, видите, передвигаю. И вот это мы можем точно так же, видите, либо больше на машину, либо больше на дорогу. Ну, больше мне нравится на дорогу. Тут то же самое на задней камере. Можем в самый низ, можем больше на солнце. Можем, в общем, вот так вот мы сделали. Вот, включился ночной режим. И, как вы видите, в принципе, достаточно, ну, не то, что ярко, но, хоть инфракрасной подсветки нету, но она максимально старается вытянуть. То есть я потом исходники, вы смотрите, в плейлисте, как снимает. То есть там я выложу и ночной режим, и дневной режим. Пока вот только вот так вот я вам показываю. В принципе, с заявленными функциями наше чудо-зеркало полностью справляется. То есть мы можем вот посмотреть, что у нас позади происходит, впереди, или вот это, впереди, или вот такая сплит-картинка. Сплит-картинка вроде хорошо, интересно, но я бы оставлял, конечно, если так вот так, я бы оставлял только камеру заднего вида. Она действительно как бы намного больше охватывает зону, чем мы банально смотрим в зеркало. Ну, в зеркало все-таки это как-то мне привычнее смотреть. То есть запись ведется. Что скажу из минусов? Немножко, так сказать, затемнено, видите, оно более синеватое, но в то же время обзору практически не мешает. Единственное, что оно больше по размерам придется привыкнуть. У меня такое специфическое толстое зеркало автомобильное, оно, дед, ребят, вот такое вот. И поэтому вот эти штуки я никак не смог натянуть. То есть мне пришлось его колхозить, то есть вот этими резинками, которые, в принципе, могут оборваться на жаре, ну, после солнца и прочего-прочего. То есть тут придется что-то выдумывать, как-то увеличивать, либо, ну, не знаю, менять это зеркало. Короче, имейте в виду, что на толстое зеркало надо будет что-то придумывать. В целом запись, что дневная, что ночная, достаточно неплохая. Это, конечно, не топ-топ, но номера видно, машины читаем, машины видно, задняя камера тоже пишет, тоже номера нормально видно. Ночью похуже. И, конечно же, вот эти вот сопли из проводов меня немножко напрягают. Вот, видите, поехал автомобильчик, и я его вижу как в зеркало, так. Ну, камера, конечно, передает больше. То есть я вижу, вот сейчас, если смотреть глазами, я не вижу практически, как эта машина едет. Ну, то есть у меня вот угол где-то вот такой вот. А если немножко изменить угол, то будет видно и камеру, и, соответственно, зеркало. То есть надо будет под себя подстраивать. Ночной режим немножко похуже, чем дневной. Ну, это понятно. Фотки делать, ну, не знаю, зачем они, в принципе, нужны. Видео рекомендую ставить все-таки на одну минуту. Три минуты занимает 750 или 730 мегабайт, что достаточно много. Поэтому флешка здесь должна быть минимум 32, минимум это точно. Которая шла в комплекте, в принципе, полностью подходит. Так что, если вы хотите вот такое универсальное зеркало, то особо критических каких-то минусов я не заметил. Задержка при включении и выключении есть. Пишет автоматически, само, если надо, выключается, переводится в режим просто зеркало. Ну, единственное, учитывая эти мелкие нюансы, все-таки это дисплей, поэтому немножко он будет отличаться от цветности по зеркалу. У меня тоже он немножко другой, но видите, чуть-чуть темнее. Так что, друзья, не забывайте ставить лайки, не забывайте про табличку с товарами Xiaomi и нажимайте на звоночек и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok